Следующее сообщение моё будет посвящено исследованию материалом эндоскопических резекций и диссекций при образовании желудочно-мышечного тракта. Я не имею конфликта интересов. Что касается работы с этим материалом, то я думаю, кто сталкивается с материалом эндоскопических резекций и диссекций. Поднимите руки, пожалуйста. Это довольно трудоёмкий материал, который требует существенной коллаборации с клиницистами, потому что результаты и тот объём информации, который получается в результате исследования, напрямую зависит от предфиксационной подготовки материала. И здесь мы упираемся в то, что клиницисты хотят и могут сделать. На сегодняшний день мы пользуемся вот этими рекомендациями Европейского общества гастроэнтостинальной эндоскопии. Они довольно подробные, очень много рекомендаций непосредственно для эндоскопистов. Что касается части для патологов, то, в общем, тоже там достаточно информации интересная, о которой я попытаюсь вам сегодня рассказать. Я думаю, тем, кто сталкивался с этим, понятно, что материал должен быть перед фиксацией расколот определенным образом, чтобы препятствовать его сжатию и деформации, и должны быть окрашены края резекции. Чем больше клиницист хочет получить от вас, тем больше он должен нам помочь. Если он хочет расстояние или статус какого-то определенного края резекции, он должен его маркировать, потому что мы не можем определить вот по этому фрагменту неправильной формы, где у него дистальный край, где у него проксимальный край. Поэтому здесь мы напрямую от них зависим, и, конечно, они, как правило, идут навстречу, и нужно им говорить о том, что нам необходима их помощь. Что касается подготовки к фиксации этого материала, то, в общем, нужно обратить внимание на то, что фрагмент не должен быть очень сильно прижат к подложке, которая не должна быть деформируемой в жидкости, и следует избегать втыкать булавки в само образование, либо в края, по крайней мере, которые прилежат к образованию, потому что может привести к артефактам механическим, которые потом будут препятствовать вам оценить как глубину инвазии, так и статус краев. В ряде случаев большие образования мы, конечно, сами красим, сами фиксируем. На сегодняшний день в ряде случаев мы получаем циркулярные диссекции, то есть когда эдоскописты могут циркулярный фрагмент слизистой удалить, тогда нам приходится его фиксировать либо на тубусе от шприца, либо вот это образец, вот это его поперечный диаметр толстой кишки, который пришлось фиксировать, в общем, на бутылке. Но, тем не менее, все вышло, потом он был фрагментирован, отдельно покрашены проксимальные дистальные края и отдельно вертикальный край. То есть невозможного мало. Что должно быть включено в наше заключение при работе с этим материалом? То есть есть пункты, само собой разумеющиеся, это гистологический тип образования, степень его дифференцировки, либо степень дисплазии, статус краев резекции, включая расстояние минимальное до края резекции, как до латерального, так и до вертикального. Глубина инвазии в последистый слой, если она есть. Мы немножко подробнее поговорим о том, каким образом это определять. Всегда должна быть указана лимфомускулярная инвазия, даже если ее нет. То есть если ее нет, необходимо обратить внимание на ее отсутствие. И, конечно, мы должны стадировать образование, если мы можем это сделать. Что же включено в эти рекомендации? Что касается терминологии, то они предполагают не использовать термин интроэпителиальная нооплазия, а давать предпочтение термину дисплазия, так как он более универсальный. Кроме того, расстояние до вертикального края резекции в микрометрах должно быть указано во всех случаях, минимальное. И диагноз карцинома инситу должен быть использован только для отделов желудочно-кишечного тракта, в которых развиваются опухоли из многослойного плоского эпителия. Так как для тех отделов, в которых развивается преимущественно аденокарцинома на фоне железистого эпителия, очень тяжело отдифференцировать тяжелую дисплазию с карциномой инситу. Поэтому они предлагают избегать этого термина в этих локализациях. Что касается некоторых нюансов по отделам желудочно-кишечного тракта, то понятно, что наличие роговения это опционально указывается, не влияет ни на что. Глубина инвазии предпочтительно должна указаться вот в такой аббревиатуре. То есть это фактически код, который понятен эндоскопистам, но ваше заключение, в общем, не может быть исключительно закодировано, оно должно быть понятно и людям, которые не сталкиваются вот с этими нюансами. Поэтому необходимо писать все-таки словами, куда что врастает. Но с указанием вот этого кода. На что следует обратить внимание? То инвазия под следистый слой может быть определена несколькими способами. Всегда, когда вы можете определить ее в микрометрах, ее нужно пытаться указать в микрометрах. Нижним уровнем, от которого мы меряем инвазию под следистый слой, являются нижние пучки волокон мышечной пластинки слизистой. В общем, пищевод орган, который имеет неоднородное строение по своей длине и иногда двойную мышечную пластинку слизистой, поэтому мы указываем именно от нижних пучков этих волокон инвазию в подслезистый слой. И если речь идет о многослойном плоском эпителии и о плоскоклеточных образованиях, карциномах, то верхней третью считается расстояние меньше либо равное 200 микрометров. Но если мы говорим о пищеводе Боретта или карциноме на фоне пищевода Боретта, то это расстояние меньше либо равно 500 микрометров. Вот такие вот есть нюансы в этих рекомендациях, на которые, наверное, стоит обращать внимание, потому что не всегда мы можем указать в третях глубину инвазии, потому что нам неизвестна истинная толщина подслезистого слоя, которую мы получили после резекции. Мы не знаем, какая часть его осталась в организме пациента, но вероятность того, что какая-то часть осталась, всегда есть. Поэтому, в общем, СМ1 предлагается градировать именно вот по размеру, по этой высоте в микрометрах. То же самое при желудке, то есть есть интермуказальная карцинома с инвазией в собственную пластинку слизистой или мышечную пластинку слизистой и субмуказальный тип инвазии. При этом СМ1 также определяется в желудке как глубина на меньше либо равной 500 микрометров. Кроме того, эти рекомендации предлагают помимо WHO классификации указывать классификацию по Лорену и необходимо указывать фоновые изменения в слизистой оболочке вне опухоли или диспластических изменений. Если же в крае резекции у вас есть дисплазия той или иной степени, то необходимо это указывать, указывать степень дисплазии в крае резекции, если латеральные края изменены. Что касается толстой кишки, то видите, здесь определитель для СМ уже совершенно другой. То есть верхняя треть подслизистого слоя здесь считается на глубину меньше либо равную 1000 микрометров. Опять же, так как мы не знаем истинную толщину подслизистого слоя, то сейчас такая вот суррогатная классификация ТСМ практическая применяется. То есть если меньше либо равно 1000 микрометров, мы считаем это СМ1. Если мы видим позитивный вертикальный край резекции, мы расцениваем это как СМ3. Если же мы видим просто инвазию больше 1000 микрометров, при негативном вертикальном крае резекции, то мы можем это градировать как СМ2 для клиницистов. Но я думаю, что многие из вас сталкивались с тем, что мы имеем дело, особенно при образованиях толстой кишки, не только с плоскими образованиями, но и с полиповидными образованиями, которые, в общем, по этой СМ-системе градировать крайне затруднительно. Более того, считается, что головка полипа и вся его ножка представляют собой верхнюю треть подслизистого слоя. Поэтому эта система здесь не очень применима. И используется система по хагиту. Вот как она визуально выглядит. То есть в зависимости от глубины инвазии в структуры полипа указывается уровень инвазии. Если это интрамуказальная карцинома, это уровень 0. Инвазия в головку полипа уровень 1. В шейку уровень 2. В ножку 3. И в последствующую основу глубже ножки полипа, это уровень 4. Какие есть ограничения у применения этого метода? Для этого образование полиповидное должно быть очень хорошо ориентировано и вырезано перпендикулярно ножке образования. Если мы не можем ориентировать фрагмент, либо если у нас получается тангенциальный срез, то даже вот эту систему применять, к сожалению, бывает не всегда возможно. И мы получаем не вполне достоверные результаты. Вот какие системы вообще, в принципе, применяются для образования толстой кишки. Микрометры всегда для плоских образований. Если мы можем это указывать, если мы можем проследить мышечную пластинку слизистой или хотя бы примерно проследить, где она должна быть, мы должны попытаться указать в микрометрах. Вот SM уровни – это уровни Кудо или Кикучи, с чем вы можете столкнуться, и уровни Хагита для полиповидных образований. Вот, собственно, еще раз индикация того, что мы можем адекватно по SM стадировать опухоль только если у нас в препарате есть мышечная оболочка стенки. Как правило, материальных эндоскопических десекций у нас нет, поэтому мы пользуемся такой суррогатной классификацией. Но, тем не менее, если мы все-таки имеем хорошо ориентированный фрагмент, то минимальные, минимально инвазивные карциномы мы можем более детально субстадировать. На сегодняшний день предлагается субстадировать SM1 в зависимости от ширины инвазии. Это одна из возможных систем. Вот она предлагает рассчитывать соотношение инвазивного фронта к всему размеру опухоли линейному. В зависимости от того, какое соотношение разделяют опухоли на поверхностно-инвазивные – это SM1A, SM1B, и глубокоинвазивные – это SM1C и более. Если эта система не может быть применена, есть еще альтернативные критерии. Считается, что если опухоли имеют ширину инвазии больше 4 мм, они ассоциированы с более высоким риском на дальних метастазах. То есть это тоже может быть указано в вашем заключении и может помочь клиницистам уже в определении дальнейшей тактики и в выборе процедуры и определении показаний для более расширенного хирургического вмешательства. Ну и еще как бы два слова про бадинг. Об этом мы уже сегодня говорили. Уже давно про него мы знаем. Но вот только в 2016 году произошел консенсус, который наконец расставил точки над «и», что считать бадом, что считать бадингом, как его градировать, к чему это все приводит. И наибольшее значение вот это явление имеет именно для ситуации, когда вы сталкиваетесь с эндоскопическим материалом. Потому что тюмор бадинг – это дополнительный фактор неблагоприятного прогноза, который может быть одним из факторов, который склонит клинициста к выбору более агрессивной хирургической тактики при прочих равных условиях, потому что это состояние ассоциировано действительно с большей частотой лимфоваскулярной инвазии, соответственно, с большей частотой надальных и отдаленных метастазов и ухудшением прогноза. Про подсчет мы уже говорили. Это ход-спот на двадцатке, считается количество почек и градируется по трехступенчатой системе. Даже есть это уже предложение для ТНМ. Ну и два слова буквально о наших результатах. Мы проанализировали материал, который у нас есть за последние три года. У нас получился 241 образец. Это только резекции и диссекции. То есть сюда не вошли ни щипковые, ни петлевые биопсии. Я потом остановлюсь позже, почему это имеет значение. Вот так вот распределились по локализациям образцы. То есть в основном это был желудок и толстая кишка. Толстой кишки было около 100 образцов. Локализация указана была клиницистами с разной степенью прецизионности. Поэтому здесь есть ободочная кишка БДУ. Но большая часть образований, конечно, это сигмовидная и прямая кишка. А и на третьем месте восходящая ободочная кишка. Что же у нас получилось по гистологическим вариантам тех образований, с которыми мы столкнулись? Образования пищевода по нашему материалу были представлены преимущественно подслизистыми опухолями. Это леймиомы и гастронтестинальные и стромальные опухоли составили практически половину тех образцов, которые мы получили для исследования. Вот и следующий по частоте был плоскоклеточный рак ранний. И большая часть из них с инвазией в собственную пластинку слизистой, либо в мышечную пластинку слизистой. Что же касается желудка, то здесь уже более закономерно. Больше половины случаев это аденокарциномы. Разной степени злокачеств, разной степени дифференцировки, в том числе смешанные раки, персиноклеточные раки, аденомы. И довольно большая часть, в том числе, из тромальных опухолей. Что интересно, у нас было три липомы подслизистые. В общем, это было интересно. Дважды мы столкнулись с эктопией поджелудочной железы и гомортомой с желудка. Довольно интересное образование, но, к сожалению, сейчас нет времени подробнее об этом говорить. Двеносперстная кишка была небольшое количество образований. И, как правило, это все-таки были аденомы разной степени дифференцировки. В толстой кишке тоже большую часть составили эпителиальные образования. Это карциномы 43% и аденомы разной степени злокачественности. Видите, гиперпластический полип был только один. Почему так получается? Ведь гиперпластические полипы – это самые частые полипы, общая толстой кишки. Это, на мой взгляд, связано с тем, что все-таки мы в данной выборке имели дело с довольно большими образцами, большими диссекциями и резекциями. А гиперпластические полипы, как правило, это образование меньше 1, а то и меньше 0,5 см. Поэтому эти полипы уходят в щепковые либо в петлевые биопсии, и они не попадают в резекции, не подвергаются вот таким более расширенным эндоскопическим вмешательствам. Кроме того, у нас было 4 случая сидячих зубчатых полипов и 3 случая традиционных зубчатых аденом. Те образования довольно редкие, и, в принципе, частота согласуется с литературными данными, хотя считается, что традиционные зубчатые аденомы вообще составляют около 1% всех полиповидных образований толстой кишки. Я думаю, что то, что у нас их относительно немаленькое количество, связано с подбором пациентов, которые подвергаются, опять же, этим вмешательствам. И, в общем, по локализации это, как правило, правые отделы толстой кишки, а сидячие зубчатые полипы, как правило, левые отделы, что тоже, в общем, согласуется с литературными данными. Ну, одна из задач нашего исследования при работе с эндоскопическим материалом – это оценка качества вмешательства хирургического. И самый, в общем, простой способ это сделать – это оценка краев резекции. Из 109 карцином из нашей выборки позитивный либо не подлежащий оценке тот или иной края резекции был выявлен в 21 случае, это почти 20%. То есть почти 1,5 случаев, когда мы не смогли оценить края, либо они были позитивны. Это, в общем, как правило, основные причины, они здесь перечислены – это фрагментация материала. То есть это piecemeal resection, так называемая. То есть когда эндоскопист не может удалить образование единым блоком и удаляет его фрагментацией. То есть это сразу исключает возможность адекватной оценки краев резекции. Перфорация образования или фрагмента в зоне опухоли также препятствует оценке вертикального края резекции. И неправильная ориентация фрагмента. Конечно, в общем, это то, с чем можно бороться, потому что это не дефект хирургический, не дефект технический. Это, в общем, дефект при аналитической обработке. Конечно, надо пытаться их минимизировать. В общем, на самом деле еще очень много чего хочется сказать, но у нас ограничено время, поэтому на этом я закончу. Спасибо за внимание.